Так, сейчас будет кратенький такой обзор, ответы на часто возникающие вопросы, поднимающиеся вопросы в ТикТоке, на Ютубе, в комментариях. Смотрите, во-первых, часто спрашивают, как мы, Украина, собираемся победить ядерную державу, Российскую Федерацию. Не вижу в этом вообще никаких... Обернитесь назад в историю. Вьетнам побеждал ядерную державу Соединенные Штаты, правда? Вымели Соединенные Штаты из Вьетнама аж бегом. Вьетнам побеждал, кстати, другую ядерную державу, Китай. Афганистан побеждал как Советский Союз ядерную державу, так и Соединенные Штаты. Какие в этом проблемы, я не поймаю. Тем паче... Ну, что такое ядерная держава? Она ж... Ну, я не думаю, что кто-то думает, что, извините за тавтологию, применяться будет это ядерное вооружение. Россию никто никогда не побеждал. Ребята, опять же, я не знаю, в каких вы школах учились, но вы что-то хотя бы должны были слышать про русско-японскую войну, да? Когда Россия решила там быстренько закидать шапками, откуда выражение появилось, закидать шапками. То есть это русско-японская война 1905 года. Чем закончилась? Врагу не сдается наш крейсер Варая? Тю-тю. Весь российский флот потоплен. Япония не потеряла ни одного корабля. Русско-японская война проиграна. Было? Финны, когда накостыляли в 20-м году, ну, уже после развала Российской империи. Поляков не пыталось вернуть Российской империи, ну, Советский Союз, Россия вернее, в 20-м году. Большевики под свое крыло. Не получили они от них мандюлей? Очень странно. Финны в 1939 году. Вы меня простите, но это вообще эксклюзивный, по-моему, 150-миллионная монстроидная армия советская, красная, напала на Финляндию, которая, по-моему, на тот момент была трехмиллионной. И выхватила таких люлей, что вы меня простите. Конечно, там все-таки задавил потом массой, но в Финляндию тогда, как нам сейчас, никто не помогал. У меня есть, то есть, опять же, я сегодня буквально там, одна там женщина с Украины, откуда-то, с Прикарпатия, Закарпатия. У меня брат там воюет, там стреляет, там трехсотые, двухсотые. А ты про Хаймерсы расскажи. В 14-м году не было Хаймерсов. В 14-м году я воевал, были автоматы, пистолеты в подразделении. Все, без пулеметов, без БТРов. Сейчас Макс Про, там Хаймерсы, там все есть. Да, погибают люди, но разницу чувствует. Сейчас приехали эти кассетные боеприпасы, GLSDB приехало. Самое современное оружие, которое не использовалось еще ни в одной войне мира, прибывает в Украину для того, чтобы мы ныщили оккупантов, уничтожали оккупантов. Конечно, погибают люди. Но, во-первых, мы знаем, за что мы погибаем. Мы не пришли на чужую землю, мы не захватываем никого, не заставляем жить по-нашему. Не заставляем в Москве называть кого-то улицами Бандерой, там, или еще что-то. Или рассказывать, что вы должны все говорить по-русски или по-украински. Теперь еще по поводу того, иногда вот разговариваешь там с людьми про аннексию Крыма, там, что-то вменяемое вроде люди. Потом упоминаешь то, что, ну вот, лежат там, трупы российские валяются у нас здесь на позициях. Начинается истерика у людей. Как это наши мальчики, мы никогда не говорили про ваших мальчиков, что наши мальчики не пошли в Россию, не убивают там, не насилуют, не захватывают территории, не называют, блин, эту территорию своей территорией. Вы для нас не враги, вы мразота, понимаете, вот эти оккупанты, которые сюда пришли, которого просто брезгливость, никакой боязни. Вот это когда пытаются пугать, с 14-го года там всякими, блин, этими, кадыровцами, еще какой-то, это мразота для нас, вы не понимаете, это как, ну, какая-то змея там, я не знаю, таракан ядовитый, паук, блин. Ты его не боишься, ты его презираешь, он, конечно, может тебя убить, но ничего, кроме намерзения, ты к нему не испытываешь. И когда я хожу, да, я вот, блин, привезли нас на позицию, я не штурмовик, да, меня привезли туда подработины на позицию, я там хожу, там, пацаны до меня эту позицию штурмовали, мне 50 лет, я уже штурмовик из меня такой себе. Ну, я ходил, жжу там по этому снегу, а потом из-под снега вылезает, когда потепление, там российские трупы появляются. И что, вы думаете, я какое-то к ним уважение имею или еще что-то? Я радуюсь тому, что он теперь не убьет ни меня, ни моего сослуживца, не принесет никакого вреда больше. Я, меня радует то, что его жрут крысы, блин, на этих полях, понимаете? Вы мразота, которая пришла в страну к людям, которых называла своими братьями, убиваете здесь, насилуете, захватываете, устанавливаете свои порядки. Никакого уважения, никакой жалости к вам не будет, понятно? Вы не враги, вы плесень, которую просто надо стереть, блин, со своей территории. Никто не собирается, ну, я не знаю, на Москву там я не собираюсь идти. Но, блин, до границы там 91-го года Украина точно свою территорию восстановит. Не знаю, будет ли к этому моменту Российская Федерация существовать как государство. Или исчезнет так, как исчез Советский Союз.